Да, это программа «Особое мнение». Здравствуйте, начало второго на часах. Меня зовут Владимир Сметанин. Со своим особым мнением сегодня в нашей студии Николай Пихтин, общественный блогер. Николай Анатольевич, добрый день. Добрый день. Напоминаю слушателям о том, что на сайте хакирова.ру есть аудио-видео-трансляция нашего эфира. Кроме того, есть там специальная форма для того, чтобы вы смогли задать вопрос, интересующий вас, гостю особого мнения. Кстати, Николай Анатольевич может подсказать, где с интересом провести время людям умным, интеллигентным. То, что вы называете «посиделками», я хочу сказать. Очередная встреча на канале состоялась. А, «посиделки», да. Ну, это формат такой общения, чтобы люди в офлайне могли познакомиться, пообщаться, какие-то проблемы свои, темы обсудить. Где вы собираетесь? Мы в кафе «Книжный клуб 12» собираемся. Любой желающий может присоединиться? Любой желающий абсолютно может прийти, подключиться, пожалуйста, никаких вопросов. График этих встреч где-то выклаживаете? Каждую среду 18 часов. Каждая среда 18 часов, да. Ну, специально сделали каждую среду, чтобы не путаться, когда есть, когда нет. Там есть какая-то схема, кто-то задает тему? Нет, нет. Там темы как бы задают те, которые пришли. Бывали случаи, да и часто бывает так, что там 2-3-4 человека одну тему обсуждают, другие другую тему обсуждают, потом могут общую тему обсуждать. Больше это произназначено для знакомства и общения. Для знакомства и общения. А вот на ваш взгляд вообще есть некий дефицит у нас в Кирове, голод вот такого живого общения? А в плане, ну да, конечно. Я считаю, что есть, да. И люди с удовольствием ходят и знакомятся. У нас, мы давно проводили посиделки, у нас там случилось так, что уже несколько людей познакомились, поженились. Еще и такую функцию. Да, некоторые детей родили, сейчас уже с детьми приходят. Был там у нас парнический один, он в армию сходил, пришел обратно, потом к нам стал ходить. Дискуссионный клуб вечерний, нет планов? Пока нет, конечно, мысли есть, но пока не буду заготовить. Хорошо. Ну давайте, сегодня у нас очень много тем, которые я предложил вам, чтобы высказать свое особое мнение. Ну вам уже известно, да, что сегодня в последний раз пленарное заседание у ОЗС вот этого пятого созыва. И в СМИ уже есть информация, какие вопросы там будут обсуждаться. Я видел на своей странице в Фейсбуке, выложили информацию о том, что ОЗС отказалась рассматривать вопрос об отставке губернатора. Никита Белых коммунисты предложили, но спикеры Вонин не включил поездку дня. Ну, безусловно, у коммунистов есть такое право. Вообще у депутатов, вообще у парламента. Они с самого начала начали довольно агрессивную политику в этом отношении. Так что это все ожидаемо было. Это на ваш взгляд чересчур именно? Мне кажется, чересчур. Я даже на сегодня вижу, что, мне кажется, часть элитарата они потеряли из-за этого. Потому что, все же, о Белых мнении и среди коммунистов неоднозначно. А какой такой вывод на основании чего вы сделали? Часть элитарата? Общение. Вот читаю, кто как пишет из комментариев и из личного общения с людьми. Говорят, что это все отвернулись навсегда и насовсем коммунистов. Ну, примерно так, да. Вопрос, в том числе, сегодня собираются депутаты рассмотреть о том, чтобы количество вице-спикеров снизить с четырех до двух, то есть заместителей председателя АЗС. Вопрос, кстати, не новый тема, не новая. На ваш взгляд, надо снижать? Ну, на мой взгляд, не надо было их вообще создавать. То есть один председатель, один спикер и никаких задач. Да нет, конечно, конечно. Мне кажется, так и надо работать в таком режиме. Что же это АЗС, а не исполнительного рода? А в целом, мнение о работе вот этого? АЗС? Созыва, да. Областного зерксобрания. Спокойно. Спокойно? Да, без... Ничего не запомнилось такого? Нет, резкого, ничего. Ну, нормально, работа где-то были... Будучи в общественной палате второго созыва, ведь все равно... Ну, в общественной палате, я могу сказать другое, что наоборот, вот АЗС, общественная палата, начали конструктивно работать между собой. Ну, так что это положительный момент. И дай бог, чтобы он и на следующий созыв передался. Вот сегодня как раз-таки общественная палата уже в роли органа... Законательных сетей. Да, обладателя законнициативы вносит как раз-таки вот этот законопроект об общественном контроле. Ваши отношения? Ну, я уже говорил про это. Какие документы, да? Я считаю, что он не нужен, этот закон, причем потому что общественный контроль еще практически не работает в области. Надо, чтобы он заработал, и когда появятся проблемы с его работой, деятельностью, тогда уже нужно что-то вносить. Есть федеральный закон, и его выполнят достаточно. Без необходимости. Абсолютно, я не вижу абсолютно необходимости. Мы сегодня о выборах в УЗС еще поговорим чуть позже, но я вас хочу еще спросить о том, ну, вам, безусловно, известно, что в новый САЗФ УЗС не пойдут, ну, это, наверное, без лишней скромности скажу, наиболее яркие депутаты, которые регулярно высказывались, представители оппозиции, это Дмитрий Русский, Михаил Кураж, их не будет просто. Вам? Вам жаль? С одной стороны, вроде как жаль, но с другой стороны, я сторонник того, чтобы было как можно больше обновлений, чтобы появлялись новые молодые люди, энергичные, которые бы работали там. Ну, кто его знает, может быть. Ну, по-человечески, как-то жаль. По-человечески жаль. Было на кого посмотреть, было кого послушать. Было кому оппонировать? Оппонировать. Да, да. Хочу все-таки еще затронуть вопрос. Вопрос отсутствия полноценного главы региона в Кировской области. Семь с половиной лет, напомню, губернатор Белых находился в кресле главы региона. Хочу попросить вас попытаться или дать оценку того, что было с общественной, с гражданской активностью на стыке нулевых и десятых, я не имею в виду прямо, когда пришел к нам Белых, и вот сейчас. И можно ли говорить о том, что здесь большая личная заслуга есть в его регионе? Ну, во-первых, если с юридической точки зрения, то он не был, а есть. И морально сложно говорить об этом в прошедшем времени, и юридически, но юридически он есть. Вы знаете, подъем общественной деятельности, он был и явный, и это, конечно, заслуга Белых здесь, по-моему, никто не оспаривает. Это активизировались, и появилось вот такое движение, недержание, как сказать, люди активные, блогеры, появились какие-то группы людей, которые инициировали в городе или в области какие-то действия. И в результате мы на сегодня пришли к тому, что власти начинают слышать людей, и начинают реагировать, и адекватно, нормально, и исправляют какие-то вещи, места. Так что это вот результаты этих действий. Даже общественная палата, тот же гражданский форум. Да, и кроме того, какие-то НКО, какие-то группы людей. Так что и надо заметить, что и к блок-сфере прислушиваются. То есть не о которой, а его уже читают. Я сам знаю, что читают, обсуждают то, что скомментировал, и так далее. А вы помните, как это начиналось, такой подъем? От кого инициатива исходила? Нет, инициатива от Белых исходила, я считаю, как точка своеобразная отсчета. Это вот Истебенский огурец, который провели первые, когда приехали федеральные, блогеры приехали, местные приехали, активисты все пообщались, нашли общий язык. И на том, значит, огурце мероприятии увидели, что Белых открытый человек, он спокойно ходил среди всех, со всеми разговаривал и так далее. То есть оттуда, мне кажется, примерно оттуда пошло. Ну и, безусловно, общение в соцсетях всевозможное. Вы, кстати, губернатору писали, говорит, было дело, или я ошибаюсь? С некими инициативами выступали, с предложением. Были какие-то, где-то мы спорили, где-то он не соглашался, где-то я соглашался. Было, конечно. Вообще-то положительный момент, открытость. Конечно. Я считаю, что, мне кажется, это обязательно, требует должен быть. Вот, была область. Как и города, кстати. А вот эти многочисленные, ну, может быть, не столь многочисленные, всевозможные инициативные группы, да, которые появлялись, и из которых продолжают работать, успешно существовать, функционировать в последнее время, тоже можно приписать списку заслуг? Конечно, конечно, и он реально помогал, вот, допустим, Красивый Киров, ребятам реально помогалось. Дальше, какая-то поддержка была оказана, это же у Антона Касанова, пешком по ветке. Ну, так, если представить другого губернатора, который бы, мягко говоря, не мешал бы хотя бы, то, наверное, ребята бы так не развелись. Просто была реальная поддержка, когда ребят поддержали. Вот такого уровня развития, которое наблюдалось, и хочется, конечно, чтобы наблюдалось и дальше, оно, на Ваш взгляд, достаточно, или чего-то не хватало, возможно, еще хотели? На данном этапе, наверное, достаточно. На данном этапе достаточно. На данном этапе достаточно. То есть идти более быстрыми танками, на Ваш взгляд, не стоило? Нет, не стоило. Да и сами эти общественники начинают уже по-другому работать. Если сначала было, там, типа, урана, баррикады, там, или что-то в таком роли, то сейчас уже более конструктивно, более спокойно, завешено. Что касается прогнозов, ну, мы с Вами до начала эфира начали говорить, я спросил Вас, нет ли у Вас некого ощущения, да, неопределенности, тревоги? Все, конечно, сейчас, ну, не все, а в большем мере зависит от того, кто будет следующим главным регионом. Вот то, что мы сейчас говорили, вот эта общественная жизнь, вот это активное пребывание главы региона в социальных сетях, в общественной жизни, вот я хотел, чтобы оно сохранилось. Общение. Прямое. Прямое, конечно. На всевозможных площадках всего. Если же это уйдет, то здесь у многих и общественников, так сказать, ну, руки опустятся, кто-то опустится, кто-то продолжит делать. Вы разговариваете с коллегами, они тоже высказывают такие еще предположения? Примерно, да, примерно, да. Поэтому такая неопределенность губернаторам, кто будет. Хотя, по большому счету, вот если так руку на сердце положить, то вот нам с вами, в частности, гражданам, ну, какая разница, кто будет выбрать. Мы должны жить, свое дело делать и не забавлять темпа, то, что наметили. Интересная позиция. У нас сейчас небольшая пауза. Я напомню, что это особое мнение Николая Пехтина, общественника, блогера. Мы прервемся на несколько секунд и продолжим. Вы слушаете особое мнение Николая Пехтина, общественника, блогера. Мы продолжаем, часто мы с Николаем Анатольевичем во время особых мнений говорим о делах городских. Вот к ним предлагаю сейчас перейти. Дороги, в первую очередь. Как вы оцениваете их состояние на сегодняшний день? Точно знаю, что, например, тот, кто живет на юго-западе, отремонтированных дорог, еще не видел, если, наверное, вот, собственно, вертится на этом юго-западе, где работа рядышком. В частности, улица Московская, производственная, до проспекта строителей. Проспект строителей, Кольцово, я там периодически бываю и не вижу ужасных вещей. Ну, я в том районе нечасто бываю. На сегодня я наблюдаю, что вот Карла Маркса рядышком сделали. Вчера обнаружил, что комсомольскую сделали, которая была убита уже, ну, невозможно. И, по-моему, Быхов даже заявлял о том, что ее и делать не будут, пока они пустят на путепровод. Но, однако, сделали ее, потому что, ну, сюжет, лицо города, на въезде, рядом со залом и так далее. Вы знаете, как состояние оценить? Я бы сейчас не стал никак оценивать. Работы идут, это хорошо, что-то асфальтируется, где-то нет, может, не все успевает, может, не на все денег хватит. А весной посмотрим результат. Обидно ведь будет, если снова весной, это та же ситуация, повторяется. Нету слова, что обидно. Ну, как говорил в начале управления благоустройства и транспорта на нашем эфире Вячеслав Севанков, общая сумма получается вместе с федеральными деньгами 600 с лишним миллионов рублей. Потом появлялась информация о том, что на эти деньги только 40%, по-моему, на американских дорог. Ну, потому что нынче за зиму, да, убило очень много, поэтому делают что-то. Посмотрим, что сделают, все. Но мне результат важен, который весной мы с вами увидим. А, кстати, вот это вот явление, да, такое, если можно так назвать, группа при общественной палате, общественного контроля, это состояние... Молодцы, на немало. Следите за их работой и как осениваете результаты их деятелей? Я считаю, очень положительно. Здесь интересный такой момент закрадывается, что когда стоит какой-то общественный наблюдатель, и тем более ему какой-то статус придан. То есть все власти, самые высшие уровни у нас в области, все знают, что там и есть они, эти общественники. Дорожники уже более дисциплинированы становятся. Уже халтурять-то так... Уже на презвом на работу прийти. Да, уже так халтурять-то уже не получается. Это то же самое, что вот дорожный патруль, что... За нетрезвыми водителями? Да, это все вот этот эффект. Не было желания вас присоединиться к контролерам? Ну, мне говорили, но, во-первых, я на все не могу успеть. У меня достаточно дел. Ваших фотографий тут не хватало, да? Наверное, не хватает. Ну, я часть делал, кстати, и вот улица Пугачева и Некрасова сделали ее, наконец-то. Правда, не хотелось бы получше, чтобы сделали, но тем не менее. То сделали ямочный ремонт, а там яма на яме была. Заложили там большие ямы, недавно проезжал этот перекресток. Хотя, мне кажется, со стороны дорожников-то она была сплошная полотно. Ну, вот как раз накануне была информация, состоится последний аукцион по освоению вот этих федеральных денег, в том числе, ремонт Некрасова запланирован. Вот, Попова. Ну, Некрасова, да, там разбита дорога сильно. Даже, ну, даже и там-то, от Горького до Оркяпска, там тоже уже побита. Не так сильно, но... А этот участок, да, разбит очень сильно. Ну, есть что делать, там, на Щерсово, как раз у меня, у Дружбы, там тоже, я, ну, полно, особенно в районах остановки, где у нас наживаются. Давайте дорожникам оценку сейчас дадим, попить в больную систему. Как он сейчас работает? Три с плюсом. Три с плюсом. Есть куда тянуться. Есть куда тянуться, да. Но уже не слишком плохо. А пятерку нельзя ставить, то иначе. Это точно, я объясню, я сейчас. Ну, и хочу, да, все-таки вспомнить еще раз многострадальную дорогу Киров-Садаковский-Костин и так далее, называемый Старомосковский тракт. В Гренландии была, как известно, недавно и после этого фестиваля, в том числе Михаил Курашин, да, вице-спикер, написал пост, я немножко подцитирую. Уважаемые организаторы фестиваля и руководства города, почему вы так негостеприимны? Вы приглашаете известных людей из Москвы, за три тысячи гостей и участников кричите и поете со сцены любви к родному краю, размахиваете государственными партийными флагами, но при этом не можете или не хотите сделать элементарного, отремонтировать до нормального состояния дорогу к фестивальному полю. Я согласен полностью с одной поправкой, что, насколько я в курсе, то это не городская дорога. Это уже октябрьский район. Думаете? Областного центра, да. Сто процентов. Ну, на что денег не хватит. Не, могли бы там отремонтировать, но в результате, допустим, Карла Маркса бы не сделали. Как-то так. Есть по области, тоже можно понять. Ну, вы знаете, да, читали, что общественники подали запрос в городскую администрацию, справедливо пояснить, что... Дальше здесь может эффект другой появиться. А вот гости, когда приедут и проедут по этой дороге, они поднимут волну определенную, и эта волна заставит вас и там сделать. Найти средства и сделать. Волна-то, я так думаю, может быть не волна, но резонанс-то есть. Тот же депутат Госдумы Николай Валыч второй год подряд делает фотоотчеты. Ну, в этом году еще и видео поснимал. Там сложно сказать, как власти на это думают. Просто эти дороги, они, так скажем, непостоянно используют. Ну, вот, от мероприятия до мероприятия, там активность кадров. Нет, проблема в том, что там живет огромное количество людей. В том числе дачи, загородные дома, коттеджи и так далее. Там довольно приличный поток транспорта. Нет, здесь я бы на сторону города в какой-то мере встал. В том смысле, что у нас все денег не хватит. Конечно, хотелось бы все сделать. И Юго-Запад, там, и еще где-то, там, и Ульяновскую, там, еще. Ну, ну, не хватает на все. Я не могу тут понимать. Люди способны изменить эту ситуацию? Я бы, кстати, вот делали, может, на меня обидеться, кто-то, допустим, Карла Маркса сделали, да? Это громаднейшая площадь, заложена в спорте. Вместо этой площади можно было бы вторичных улиц, десяток, сделать. Ну, на самом деле, только от театральной площади до улицы Воровского, Карла Маркса, он нас отремонтировал. Да. Постоянно сталкивался. Потому что вторичные улицы многие разбиты вообще в хлам, так говорят. Денег не хватит. Конечно, не хватит. Хорошо. Посмотрим, что дальше будет с нашими дорогами. И особенно, как сказал Николай Анатольевич, какая ситуация сложится у нас следующей весной. Да, весной я обезвиваюсь, схожу. Дальше о городских делах. В Кирове появится интерактивная карта зеленых зон. Появилась у нас информация, прозвучала, верно, эта информация у нас в эфире. Понятно, для чего она создается. Потому что, ну, тот же контроль, да, по большому счету, что каждый неравнодушный мог посмотреть, где у нас зеленая зона, для чего она предназначена, что там можно делать. Ну, это в первую очередь, в том числе, предотвратить загубление и застройку этих зеленых зон. Вот Вячеслав Семаков уже упомянутый, но я ранее пообещал, что 1 сентября такая карта появится на сайте городской администрации. Безусловно, благое дело. Нет, благое дело. Об этом говорили очень давно. И активисты, кто экологией занимается и так далее, об этом речь очень давно шла. И здесь, кроме того, что карта появится, вот то, что сейчас, вы назвали, здесь еще один момент есть. Уже в бюджете можно было деньги закладывать под эти зоны, на их обслуживание. Вот проблема-то в том, что сейчас денег-то как раз и нет. Нет, если нет денег, то это другой вопрос. Я имею в виду, что уже можно в строку в бюджете закладывать именно на эти зоны, на обслуживание. Нежели сейчас было как-то... Ну и поблагоражено. Я, насколько знаю, что было, конечно, было проблемно именно на это выделять деньги. А почему мы только сейчас к этому приходим? Уже многие города сопоставимые по размерам с нами. Ну, если не память из меня, то лет шесть назад эту тему поднимали. Что зелень уменьшается в городе, вырубают. И, мне кажется, еще может быть здесь поспудно такой специальный город на это делают, чтобы каким-то образом от давления застройщиков защититься. Потому что застройщики отдавят сильно. Они будут сейчас, дай им более, для них все повырубают. Все застроены. Ну, безусловно, им интересны в первую очередь такие лакомые кусочки городского пространства. Конечно, конечно. Зелень, конечно. Для того, чтобы потом привлекать потенциальных покупателей в каком-то замечательном месте. Так что, если все это сделают, это очень хорошее дело. Дай Бог, что это все. И чтобы под это деньги начались. Сейчас проблема еще в том, что деньги нужно найти на межевание, в том числе, на кадастровую оценку. Ну, на это все уже деньги городадминистрации, скорее всего, они у них есть. А вот на дальнейшее обслуживание зоны это уже даже больше не с городадминистрации надо спрашивать, а с депутатов. Чтоб они эту страху добивались. Депутаты городской думы? Городской, да, да. Чтоб они там добивались и чтоб деньги появлялись. На ваш взгляд, это будет интересно вообще людям? Мне кажется, интересно, когда город будет облагораживаться, конечно, держание заметят и отметят наверняка. Вот вчера мелочь, вроде бы, за октябрем фонтанчик сделали. Да, замечательно. Я думал, не было, а сейчас зашел. Но приятно посмотреть. Нежели было там все обшарпанное, взрывали на мусор. Еще одна городская тема, не совсем уже новая, я думаю, все уже в курсе. Речь идет о том, что колеса еще одного обозрения на театральной площади не будет. Напомню немножко предысторию. Прокуратура потребовала расторгнуть договор аренды участка, где должен был появиться этот объект. Плюс возмущение горожан. И вот, как сообщили СМИ, главы города Быков и меценация Липпоснов встретились и решили подыскать другое место для колеса обозрения. Обрадовались вы когда прочитали эту новость? Нет, ну, мы не можем, значит, обрадоваться. Дело в том, что об этом абсолютно большинство сразу же говорили, что колесо обозрения хорошее в Кирове нужно. И то, что расписали там с кабинками и кабинками и так далее, это очень классная и нужная штука. Монет на театральной площади. Так что все разумно, все нормально, с моей точки зрения, кажется. Вас не смущает то, что как-то опять без привлечения общественности пока еще это все? Ну, мне кажется, они сейчас, наверное, сами подработают. Кто будет обсуждать, как будут обсуждать, где, спрашиваются люди, не спрашивают. Ну, Валерий Липпоснов там привлекал, там порядка 50 интеллигентов он как бы собирал. Собирал, пояснил. Да, можно опять с ними будет собираться. Места для колеса есть. Кстати, было интересно такое предложение, о котором никто никогда не думал. То колесо, которое в парке Кирова, его снести на его месте поставить, потому что оно уже морально даже устарело. Там уже все дрещется, все дребезжит. Там оно в таком состоянии. Честно говоря, не так давно катался, мне как-то не показалось, что очень неудобно. И с него в сайте не очень многое видно. В основном верхушки деревьев. Там деревья разрослись, безусловно, это немножко вид, конечно, платит. Мне кажется, мы... А кто это предлагал? А? Кто это предлагал? Я не помню, кто. Это где-то в сетях я видел. Места сторон. Да. Где-то в сетях я видел, такая Ея промелькнула. Кто-то, между словами, как бы написал такое. Мне вот видится неплохое место, это на московской Еквату было. Ту зону вообще можно обживать. Там парк, сквер хороший делать, там и торговлю, и там и все. Там вообще может быть классное место получиться. И там очень высокое место, оно выше, чем театралка. Я просто там в домах бывал, и там на 9 этаже, там весь город как молодой. Но так или иначе сцену-ракушку, так называемую, демонтировали на театральной площади? Они вроде обещали ее поставить, только другую, более современную. Ага, вот так. Ну, пока сроки... По-моему, там хотели даже поставить такую, которая может и зимой работать. То, что для артиста были помещения, где можно переодеться, там, аппаратуру хранить и так далее. Ну, так или иначе, я не видел еще никакой информации о том, где, предположительно, может появиться лесообозрение. Между тем, хочу напомнить, теплый сезон в нашем городе. Не тогда у нас не так много остается до его завершения. Но они обещали, что и зимой она будет работать, так что... Еще о городских... И никто не гонит, но появится на следующем году. Еще о городских делах поговорим после небольшой рекламы. Продолжается особое мнение. Сегодня это особое мнение общественника и блогера Николая Пехтина. Про неприятный запах в городе хочу поинтересоваться еще вашим мнением и действиями прокуратуры. По данному поводу прокуратура, как известно, возбудила уголовное дело по части 1 статьи 251 Уголовного кодекса загрязнение атмосферы. Ранее специалисты Роспотребнадзора обнаружили превышение предельно допустимых концентраций сероводорода, в частности, в пробах воздуха, которые были взяты в разных местах. Ну, что такое? Каждое лето мы сталкиваемся с этой проблемой. Она неразрешима, на ваш взгляд? И позиция прокуратуры и возбуждение уголовного дела... Нет, то, что сейчас начали, вот так прокуратура начала вести какие-то, это очень хорошо, очень нормально. Просто там идет такая борьба, и неизвестно, какое предприятие откуда идет вообще. И вот пытаются сейчас выявить и доказать, с какого конкретно предприятия все это происходит. А запах, конечно, по городу бывает ужасный. Я помню, в прошлом году, что у меня был какой-то момент, так я ночью проснулся, дышать невозможно было. Это, конечно, не делал. Ну, я поинтересовался, конечно, санкцией, кстати, в части 1, 251 УК РФ, там не слишком, конечно, жесткое напряжение. Не, не жесткое. Вот, часть 2, там пожестче. Это в случае, если принесен вред здоровью людей. Вследствие загрязнения. Это сложно будет доказать, но хотя бы выявит источник. Вопрос сейчас даже больше источника, все же, кто, ну, и какое-то действие все равно будет сделано. Мне почему-то кажется, что кто-то знает, в любом случае, что является конкретным источником. Ну, это моя предложение. Не, многие на БХЗ грешат, но дело в том, что там вот сама территория БХЗ, где, на самом деле, она сейчас разделена на несколько предприятий. И, поэтому, откуда идет, можно сказать. К полиции хочется еще у вас спросить, вернее, о криминогенной обстановке в нашем регионе. На днях глава Кировского правления МВД Константин Целянин, подводя итоги работы, ведомство за полгода сообщило, что число уличных преступлений в регионе выросло на 10%. Много, на ваш взгляд? Настороживает ли это? Многовато. Одно, но я все, я пытался, кстати, поискать более подробную информацию, не нашел, о каких преступлениях именно. Ну, ссылается на... Похоже, что... На кражи угона. Похоже, что мелкие. Мелкие кражи и угонного типа велосипедов. Что такое, ну, такое несерьезное. Конечно, это нехороший симптом, но с чем связано, трудно сказать. В главной полицейской области основал это тяжелая экономическая ситуация. Скорее всего. Скорее всего, так и... Что нельзя остались без работы, не могут устроиться. Кстати, на самом деле, очень многие уволены. Кто-то работу потерял, кто-то бизнес потерял. Так оно и есть. Пока, вроде бы, мы не видим какого-то проблеска в этой самой экономической ситуации. Будет улучшение. Скорее предполагать, что люди и дальше будут? Нет, нет, скорее всего, меньше будет. Потому что люди все равно приспособятся, как-то стабилизируются. И что-то найдут в источниках существования. То ли работают, то ли еще что-то, скорее всего. Кстати, он еще озвучил, наоборот, и положительные цифры о том, что ДТП на 6% снизились. И пьяных на 27% меньше стало. Что существенно. Безусловно, положительно. Ну, просто существует же, да, известная мысль о том, что официальная статистика, ну, ее как-то надо весьма скептически оценивать, да? Что там в реальности происходит? Согласен. И 10% тоже надо скептически. Кстати, Левада Центр недавно проводил очередной вопрос. Выяснилось, что число россиян, испытывающих негатив к богатым и всевозможные проявления достатка, то есть покупки, дорогие вещи. Так вот, отношение к богатым у нас в стране за последние 20 лет, негативное отношение выросло в два раза. Вот вы ли что-то завидуете? Я нет, я абсолютно не знаю. Со сверхдостатком. Нет, абсолютно не завидуя. У меня никакой вообще реакции на них нет. Но мне кажется, вы знаете, это нормальное человеческое такое свойство, оно, по-моему, еще с пещер пошло, так что у кого хочет побольше, тому завидую. Так что это нормально, ничего страшного нет. Просто другие хотят отобрать и поделить. Данные социологов заставляют задуматься о том, а во что же это может вылиться. Вот, если обнищение будет продолжаться, кто-то будет балагироваться. По таким вопросам, вот я, то, что Селянин говорил, я бы поле поверил, а вот по таким вопросам я очень скептически отношусь. Там, как вопрос задать, как вопрос поставить, кого аудиторию выбрать, как цифры выдать. Так что тут, ни разу не надо на этом особо обращать внимание. Хорошо. Про выборы в ОЗС мы хотели поговорить. Я обещал, давайте поговорим. Самое обсуждаемое, пожалуй, ну, в том числе самое обсуждаемое, это тройка лидеров от «Справедливой России», которая идет в кандидаты областного законсобрания. В нее попали бывший единоросс Василий Сураев и нынешний член фракции КПРФ ОЗС Михаил Скворцов. Ну и Анатолий Михайлович Чурин, конечно, у коммунистов, но о нем позже. Вот такой расклад у «Справедливой России». Мы обсуждали много, конечно, в нашей студии, и многие эксперты сошлись на мнение, что это, безусловно, усиление. Не, ну я не раз говорил о том, что я всегда за какое-то движение, обновление, и то, что у них сейчас происходит. И вот кроме того, что сейчас назвали, там еще, на самом деле, ребята молодые, энергичные сейчас пошли, пробуя себя себе. Это можно посмотреть на сайте ЦИК, 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 она шла. Молодые, энергичные ребята, сейчас пробуя себя попасть в ОСС и какую-то пользу принести. Мне это нравится. Как только стали появляться эти новости о том, что представители иных ранее партий стали в новых партиях светиться, очень много комментариев в интернете появилось о том, что вот, это перебивщики, нельзя верить. Как вы относитесь? Я так и отношусь. К смене? Так я отношусь. Политических ориентиров, политической оболочки. Точно так же считается? Точно так же считается. А почему? Почему бы не попробовать рассуждать над тем, ну вот, человек вроде взрослеет, у него могут поменяться позиции какие-то ориентиры. Нет, знаете, вот почему, наверное, потому, что я, по-моему, как-то говорил уже и в эфире о том, что вот у меня один из внутренних таких принципов в моем характере, это не врать себе. А если партия еще от меня, значит, он врет, он сам себе врет тоже. Ну, нельзя. То есть, если выбираешь партию, если принял такое решение, следуй. Конечно. Пожалуйста. Я помню, вы с удивлением, да, с удивлением, по-моему, написали в фейсбуке про Валерию Николаевича Туролова, которые тоже в справедливой росы. Тоже в справедливой росы. Я их понимаю, почему они, ну так скажем, в кавычках подбирают. Я их понимаю, но Туролова, например, то, что он свою партию покидает, он уйдет, этого я не понимаю. Он, по-моему, не покидает свою партию, он по-прежнему не будет оставаться. А, да, да, да. Руководителем лекобеделения Родхрон. Это как он себе, не трепу, у него что творится? Ну, как вы прекрасно понимаете, затесаться в ряды партии и идти на выборы гораздо лепче, нежели самим собирать подписи, самовыдвигаться и так далее. Вот этот момент многое значит. Хорошо, про единоросов, которые тоже уже определились с кандидатами в ЗС, тройка лидеров. Номер один глава города Быков, номер два директор библиотеки Нигерца Наргурьянова и член Совета Федерации Тимченко. Опять же, ссылаясь на экспертов, как-то неудачно считают они, Владимир Васильевич поставили на первое место, потому что в регионе в целом он не слишком узнаваемый. Я тоже считаю, да, во всяком случае по городу Кирову он может потерять много, потому что авторитет у него слабенький, так же. А Надежда Павловна, в качестве депутата вы ее представляете и что она может отстаивать? Нет, я представляю, я ее знаю. Дело в том, что ее мало горожане знают. Ну, ее деятельность такая... Она не раскручена, да, ее очень мало знают. Ну, разве что, как женщина, как интеллигент, это может сработать. Кто-то из наших гостей высказал мнение о том, что Надежда Гурьянова могла бы вопрос как-то кумуру в ОЗС. Дальше уделять им внимания. Есть? Это согласен. Если она попадет, она этим будет заниматься, скорее всего. Это очень нужная, полезная дело. Далее, коммунисты тоже назову тройку лидеров, где, по мнению многих, появился серьезный игрок. Номер один – это лидер рикотделения ТПРФ Сергей Мамаев. Номер два – Анатолий Михайлович Чурин, который долгие годы возглавлял областное образование. И номер три – Леонид Сандалов, ныне депутат Кировской городской думы. Ни один даже человек в нашем эфире в прямом сказал, что Анатолий Михайлович там самое место. Он человек опытный, он долго руководил и довольно успешно руководил. И теперь он может не быть подвержен эмоциям, а серьезно прорабатывать вопросы в ОЗС и добиваться серьезных достижений. На ваш взгляд, если его разделить с КПРФ, то да, он как брошек, он там пользу сделает. Неудачно было партию, что ли? Мне кажется, да. Ну, есть, кстати, сведения о том, что и другие партии тоже рассчитывали на Анатолия Михайловича. Это я слышал, я поэтому говорю, что у него был выбор, и он достаточно, именно коммунист. Как профи, да, вот опять же, что Гурьянова по культуре, что он мог бы по образованию, да, они были большое дело там полезное сделать. Леонид Витальевич Сандалов из городских депутатов. Я его практически не знаю, он тоже, как вы сказали, не раскрученный, знают мотор, там его. ГИБДД, вы все руководили согласно? Не очень раскрученный. Ну и пара слов о жириновцах, чтобы им не обидно было. Владимир Вольфович у нас, собственно, персоной в главе списка на выборы в ЗС, очень бы было любопытно посмотреть, если бы он действительно туда пошел. Да нет. Хотя же. Свои 70 с хвостиком. Хотя же, и штука сложная. Да, он, Андрей Сергеевич Зорин у нас, руководитель городского клуба политологов, говорил, что он впервые у нас, именно в Кировской области, во главе списка регионального. В других регионах уже есть такие примеры. Ну, на втором месте Черкасов, на третьем Костин. Черкасов, депутат Госдумы. Примерно так. Костин, Владимир Вольфович. Жириновский, неожиданно, конечно. А Костин и Черкасов так и всегда выложены. Ничего здесь нового абсолютно нет. Подводя итоги темы выборов на сегодняшний день, пойдете голосовать? Хочется спросить 18 сентября. Я всегда хожу голосовать, только вот все же многие точки зрения придерживаются, что в сентябре неудачно выборы. Надо было хотя бы в октябре делать, в середине. Это все с тем же, видимо, связано с садово-огородным сезоном. Дети в школу идут, там заботы людей, немножко другие. Я боюсь, какая бы явка была не очень низкая. А порога у нас нет. Был отменен некогда. Поэтому отменен. Ну, вы, кстати, согласны с этими? Что порога нет? Нет, согласны с этими людьми, которые говорят, что власть специально выбрала такую дату. Конечно. Людей поменьше приходило. Согласны? Конечно, согласны. Кстати, Николай Анатольевич, как вы оцениваете работу Кировского правительства? Правительства Кировской области. Вот уже месяц практически. Без Белых? Губернатор Белых находится под арестом, исполняющий обязанности Алексея Борисовича Кузнецова. Ну, самое яркое, да, что было в СМИ проблемы с лагерем в Крыму. Не смогли у нас дети попасть в Крыму. Ну, это лагер в Крыму, я бы так не сказал, дело, потому что это более давняя история. Ну, вот самое яркое, да, там, выговор был за это сделан министру образования Измаилу. Ну, это абсолютно, я вообще сторонник. Два заместителя ушли по собственному желанию. Вот такая движуха. Не, мне кажется, потрясений не было, это уже хорошо. А то, что вот они ушли в отставку, я насколько в курсе, что они по собственному желанию намеревались уйти. Так что здесь это ничего, это нормальная, это пущая работа, деятельность такая. А вот говорю, что без белых, то, что за это время, что не было потрясений каких-то, все спокойно и практически не слышно, вот так и должно быть в Крыму. Кстати, Алексей Борисович Купнецов, чем он не полноценный главный регион, так неожиданно решил его спросить. Человек с репутацией, с хорошей, единоросс, единоросс, с 10-го года он, если не ошибаюсь, работает в правительстве. Как вам такая ситуация? Нет, давайте, как бы, политику надо откидывать. Почему? Я считаю, что глава региона вообще должен быть аполитичным. Он не должен вмешиваться в дело. А так, Крыльцов, да, он профи. Он смог бы. Смог бы? Мне кажется, да. Ну, видимо, зависит многое не от него. Мы же понимаем, конечно. Может быть, есть желание, но... Будут выборы одного человека, за чем все это знают. Остается буквально минутка, у нас до конца эфира. Я очень хочу узнать ваше мнение по этому поводу, потому что, если не ошибаюсь, у вас в этом году юбилей. Юбилей, юбилей, и вы входите в тот возраст, когда можно вроде на заслуженный отдых, как уже, да? Да. Да, да, юбилей, круглая, да. Вот меня, да, удивили эти слова, удивила эта новость. Минфин и Центробанк России не так давно предложили концепцию пенсионной реформы. Очередную. Да, очевидную. В частности, речь идет о переходе на добровольную систему накопления пенсий. Вот есть деньги? Вноси от 0 до 6% своего заработка. Нет, не вноси. Государство самоустраняется. Вот взносы эти якобы будут освобождены от налога на доходы физических лиц. И систему, заявил Силуанов, глава Минфина, предлагается внедрить уже очень скоро, на рубеже следующего и 2018-го годов. Сам копить на пенсию. Я категорически не согласен с такой постановкой вопроса. Почему? По одной простой причине, что нет гарантии, что деньги сохранятся. И самое лучшее сохранение пенсионных накоплений, и тоже не облагается налогом, это дома в банке. А способны ли наши же люди, наверное, все они массово копить на северные пенсии? Ну, хотя это надо бы делать, чтобы потихоньку-потихоньку люди начинали привыкать к этому. Но гарантии же деньги сохранятся. Быть более ответственно. Я абсолютно не уверен, что деньги сохранятся. Проработать механизм сохранения их на законодательном уровне можно? Нет, я имею в виду какую-то гарантию отдать параллельно еще людям. Я боюсь, что люди не поверят. Уже несколько раз менялись, то одно, то другое, то третье. Это непонятно, куда деньги уходят. Я боюсь, что не поверят. У нас действительно непредсказуемая страна зачастую. Но так или иначе, ведь есть наверняка у вас понимание, что вот эти разговоры все равно во что-то выльются. Ведь очень долго это все перетирается, прошу вас прощения. Нет, я согласен. К этому надо идти. И потихоньку, надо поэтапно это делать. И если это начнет работать эффективно лет через 20-30, то будет хорошо. Завершаем на этом программу особое мнение. Благодарю гостю в студии Николай Пехтин, общественник, блогер. Всего хорошего. Вам спасибо. Хорошего лета еще, хорошей погоды, настроения нормального. Все у нас было замечательно. Спасибо. Спасибо. До свидания.